А перед этим губернатор Игорь Руденя поздравил участниц волонтёрского движения с приближающимся Международным женским днём. Кто-то из них стал добровольцем с приходом пандемии коронавируса, а кто-то помогает нуждающимся гражданам уже не один год. Ирина Радайкина уже почти год, как в свободное от учёбы время, занимается доставкой еды пожилым людям. Вносит мусор, покупает лекарства. Она участник добровольческого движения, куда пришла и по зову сердца, и понимает, что это профессиональный долг. Ведь девушка учится на пятом курсе Тверского медуниверситета. Когда случилась такая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, не было даже вопросов, идти работать или нет. Мне хотелось помогать людям. Это моя прямая обязанность и сейчас, и в дальнейшем. А Анна Филимонова стала добровольцем ещё в школе. Ей, как и другим одноклассникам, предложили поучаствовать в подготовке ко Дню Победы. С тех пор тематика Великой Отечественной затянула девушку. Причём дело не ограничивается только акциями на 9 мая. Недавно был 23 февраля. Мы сходили к ветеранам, поздравили их с Днём Защитника Отечества. Также мы проводим всероссийские акции. Это и Письмо Победы. И вот как раз у нас была международная акция «Сад памяти», которые высаживались в Оржаве в 2020 году. Конечно, мы ещё рассказываем не только о победе в Великой Отечественной войне, и о современных победах нашей страны. В ходе общения с губернатором девушки рассказывали не только об успехах на Ниве добровольчества, но и о трудностях, с которыми им приходится время от времени сталкиваться. В частности, есть идея организовать специальные боксы в супермаркетах. В них граждане могли бы складывать продукты, купленные ими для нуждающихся. Макароны, консервы, крупы. Мы планируем наладить систему, когда мы эти продукты раз в две недели забираем. Собираем, опять же, наборы и передаём нуждающимся. Сейчас у нас есть сложность. Это договориться именно с супермаркетом. И пока на все наши обращения и просьбы официальные никто не ответил. И вот сегодня у нас была возможность обратиться к главе региона за содействием. Выслушав эти и другие просьбы волонтёров, губернатор подчеркнул, правительство региона готово оказать поддержку в реализации перспективных проектов. Ведь волонтёрство в Верхней Волжи превратилось в очень мощное и важное движение. Видим, как волонтёрское движение приобрело совершенно и другой масштаб. И я даже думаю, в дополнительные направления. Мы очень благодарны. Видели, как вы работаете в непростое время. Самое главное, это оценили даже не мы, а это оценили население, те люди, которым требовалась ваша помощь и звонки, которые к нам поступали. Напомним, что в марте исполнился ровный год с момента объединения участников всероссийской акции «Мы вместе». Волонтёры доставляли по всей Тверской области продукты, лекарства и предметы первой необходимости, мол, мобильным гражданам и пожилым землякам, находящимся на самоизоляции. Обработано свыше 50 тысяч заявок. Предоставлено 40 тысяч продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тысяч семей с детьми, которые нуждаются в помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова